Диабетическая полинейропатия Диабетологам, которые занимаются непосредственно узко этой проблемой, они вам однозначно скажут, что в Российской Федерации наблюдается гипердиагностика диабетической дистальной полинейропатии. С одной стороны, казалось бы, есть безболевые, немые формы этой патологии. Как же так может быть, что при наличии клинических признаков, и мы ошибаемся, дело в том, что периферические нейропатии, они, конечно же, могут возникнуть по разным причинам. По разным причинам. И не обязательно только из-за хронической гипергликемии. И поэтому, конечно, дифференцировать, что это диабетическая полинейропатия, конечно же, в общем-то, это весьма и весьма сложно. Что же такое диабетическая, скажем, периферическая нейропатия? Вот вы читаете, что это действительно наиболее частое осложнение сахарного диабета, при котором поражается нервная система вследствие именно хронической гипергликемии. Раз мы подчеркиваем, что это диабетическая. И, кстати, такая полинейропатия, она объединяет поражение центральной и периферической нервной систем. В то же время, вы знаете, что мы имеем отдельно поражение автономной нервной системы, вегетативной нервной системы, которая, кстати, довольно тяжелого, как говорится, характера. Сегодня я не буду на этом останавливаться и так далее. К сожалению, как раз мы с вами значительно реже ставим диагноз диабетической автономной вегетативной нейропатии и оставляем это пророгативу для кардиологов, когда они диабетическая автономная кардиальная нейропатия или урогенитальная, значит, урологи и так далее. Это факт, что у нас это происходит значительно реже, мы в этом занимаемся. Если классифицировать, я не буду детализировать вам и так далее, то, конечно, вот то, что я вам сказал, что поражение и периферической, и центральной нервной системы. Действительно, смотрите, периферическая – это симметричное, преимущественно сенсорное, когда чувствительное волокно, и, скажем, дистальное. Центральная – это диабетическая энцефалопатия, энцефаломилопатия, скажем, в этом плане. Если мы говорим о периферической нейропатии асимметричной, то преимущественно поражается двигательная, значит, волокно, то есть мы имеем моторную такую нейропатию, чаще всего проксимального характера. Если же мы берем центральную нейропатию, то это острые нервно-психические расстройства на фоне, особенно когда мы имеем декомпенсацию сафарного диабета, и эти грубые метаболические нарушения, когда кетоацидоз наблюдается, или гиперосмолярное состояние, лактоацидоз, скажем, гипогликемические состояния, ибо глюконейропения, вы знаете, с какими серьезными проявлениями выражается. Если опять же перейти к периферической, очень часто радикулопатии, например, наблюдаются, мононейропатии, множественные нейропатии в этом плане. Если же центральная, то это, как правило, может быть в том числе и при больных с сахарным диабетом острое нарушение мозгового кровообращения, скажем, транзиторного характера, или действительно развитие инсультов, правильно? Какие теории развития диабетической полинейропатии? С одной стороны, например, нам хорошо с вами известно, и это, по сути, эндокринологи выбирают на первое место, это метаболическая теория. Потому что вы сами понимаете, что у больных с сахарным диабетом, хронической гипергликемии, наш организм так устроен, что он обязательно пытается вместо, как говорится, нашего сознания, что надо что делать, как делать, организм пытается сам выйти из этого положения, спасти себя. Вот в чем дело. Поэтому формируются альтернативные пути обмена глюкозой, альтернативные пути утилизации этой глюкозы, снижения. И вам хорошо известен, например, гипотеза, скажем, полиолового обмена, полиолового пути, когда, в принципе, повышается активность фермента альдоза, редуктазы, когда образуется, естественно, сорбитол, когда образуется фруктоза, когда без участия инсулина они могут действительно утилизироваться тканями, но, извините меня, вы прекрасно знаете, накапливаясь в том числе в тех клетках той же нервной системы, в нервном волокне, в данном случае периферические нервы, мы говорим и так далее, они что вызывают? Повышение астматического давления. А что говорит закон, опять же, физического градиента? Жидкость из меньшего астматического давления в более высокое перемещение. И вот вам, пожалуйста, отёк, который возникает, правильно, в том числе и в нервных волокнах и так далее. И возникают вот такие серьёзные изменения. Другая теория, это сосудистая теория, скажем, правильно, васкулогенная или васкулопатия или ишемическая, гипоксическая, скажем, теория и так далее, которая также возникает у этих пациентов, сами прекрасно вы понимаете, нарушение микроциркуляторного русла той же нервной системы, тех же периферических нервов, соответственно. Что происходит в первую очередь? Поражение эндотелия. Поражение эндотелия. Эндотелиоциты – это, по сути, с эндокринной функцией клетки. Клетки, которые вырабатывают, естественно, и вазоконстрикторы, соответственно, и у больных с сахарным диабетом. Эта функция превышает над всеми остальными. И, конечно же, ухудшение, соответственно, питания. И гипоксия, которая формируется у этих пациентов и приводит к этим серьёзным нарушениям. Виды поражения вы здесь видите. Обратите внимание, первое, как говорится, вот вы здесь видите, значит, это саксоном, нейрон и так далее. Это норма. Но вот смотрите, первичная демиеленизация, скажем, правильно, столь характерная как раз для больных с сахарным диабетом второго типа, когда идёт демиеленизация. А вот рядом вы видите более свойственное для первого типа, хотя и при втором типе это наблюдается, да? Это уже первичная аксонопатия и так далее. И вы там, в общем-то, вы чётко видите те изменения, которые, скажем, произошли, и уже грубо это можно вот так сразу заметить. Каковы клинические проявления, скажем, диабетической полинейропатии? Я вот говорю, что вроде бы мы с вами все иногда, минуя невролога, ставим диагноз. И ставим диагноз диабетической дистальной нейропатии. И в то же время даже умудряемся чётко определить, это у нас моторная или это, скажем, сенсорная нейропатия. Или часто мы видим, значит, смешанного характера, когда видим, что сенсорно-моторная, скажем, и так далее. На что мы опираемся? Конечно, в первую очередь на жалобы пациента. И порою, кстати, вот при недиагностированном диабете, не только вот зрение, как вы нам показали сейчас, какая катастрофическая ситуация, да? Вот вы показали в Санкт-Петербурге. Вы можете представить, да? В таком городе, чтобы человек пришёл, уже неизвестен диагноз, не установлен, один глаз потерян, а другой вот в таком состоянии и так далее. Ну так представьте себе, какое же количество пациентов, у которых уже с нейропатия, и они же пойдут к кому? К неврологу, ибо с жалобами на онемение стоп, на жжение, как говорится, в этих стопах, на всевозможные парэстезии и так далее, которые они отмечают в этом плане. И только тогда, естественно, при определении гликемии выявляется, что Абду уже страдает, в принципе, сахарным диабетом. Надо сказать, что при диабетических поражениях именно, скажем, нейропатического характера, вы понимаете, что стопа действительно, что вы трогаете, это тёплое, потому что ишемические формы, они, конечно, приведут совершенно к иной, как говорится, температурных, скажем, ощущениях и так далее. Пульсация сохранена при нейропатической форме, если вы пусть определяете, прощупываете на артерии дурзалис педис. Вены, как правило, полнокровные, но в то же время могут быть характерные, скажем, деформации стоп. Очень характерные. Вплоть до формирования вам хорошо известного сустава Шарко. Правильно? При диабетической вот такой запущенной полинеэропатии. То, что гиперкератозы, да, очень выражены. Вы посмотрите сейчас уже, если бы привыкли с вами, что с этими гиперкератозами путём мочевины, скажем, смягчают и так далее, удаляют, и мы думаем, 10-процентные, как говорится, в любой там мазе, гелии и так далее, мочевины, додумались уже до 30%, которое, по сути, даже может ногти растворить. Вы представляете, вот такие, то есть невозможно там вот такой гиперкератоз. Выявление, например, снижения различных видов чувствительности и язвенные дефекты трофического характера, которые тоже характерны для диабетической полинеэропатии. Ну и, конечно же, если посмотрим на стадии заболевания, то, конечно, мы, во-первых, имеем безболевую форму, мы имеем амиотрофическую форму, ведь дело в том, что при безболевой форме пациент только какое-то анимение может, например, в стопах и так далее, отмечать. Либо когда вдруг дёргает, трогает в силу каких-то обстоятельств, он не ощущает, что он трогает палец там и так далее. В это время вдруг ощущает, что оказывается какое-то нарушение есть. А вот при амиотрофической форме, помимо, как говорится, вот этого онемения в ногах и так далее, мышечная слабость. И пациент будет говорить о том, что имеется при ходьбе некоторой сложности, какая-то тяжесть и так далее. Ну а когда уже осложнение, то это, конечно, уже третья стадия, правильно? Язвы. Язвы, которые возникают. Они, как правило, безболезненные или абсолютно безболезненные практически. У 70-70% случаев пациентов, например, для этой стадии характерны, естественно, когда к нам пациент появляется уже с ампутациями, как правило, пальчиков, скажем, и тому подобное. Потому что обратились, например, к хирургу и так далее, и неправильная оценка была в этом плане. Практически по литературным данным у 15% действительно эти ампутации присутствуют, хотя вы прекрасно знаете, что можно было спасти в этом плане. Они, надо помнить, что жалоб не предъявляют. Первая жалоба может быть, когда вот из-за онемения или зябкости этих стоп и так далее прислонились к горячему радиатору или там к печке и так далее. И вдруг с ожогами вот такими тяжелыми, когда они явились, даже эти боли они не чувствуют. Вот почему дело дошло даже у таких ожогов. Диагностика дистальной полинаэропатии основывается, во-первых, на анамнестических данных, то, о чем я вам говорил. С другой стороны, это осмотр, естественно, правильно, этих ног пальпаться, скажем, пульсаться и так далее. Пожалуйста, мы с вами уже научились оценивать и температурную чувствительность, и болевую чувствительность. У вас есть этот филамент, и тактильную чувствительность, вибрационную в первую очередь. Вы знаете, уже практически все эндокринологи в кабинетах своих камертон имеют, да? Но в то же время и другие более сложные инструментальные методы для диагностики, вплоть до доплерографии, доплерометрии, электромиографии, электронейрографии, скажем, и так далее, которые можно уже делать. Ну, наконец, конечно же, объективизировать диабетическую периферическую нейропатию не так просто. Очень сложно. Очень сложно найти действительно вот эти объективные признаки. Поэтому, конечно, широко применяются различные шкалы. Да, может быть, в этих шкалах есть субъективизм, без сомнения. Ну, например, количественная оценка, например, сенсомоторных расстройств. Вот, говорит, существует такая шкала, очень часто обращаемся мы к ней, демонстрируем. Это шкала НДС, да? Нейропатический дисфункциональный счет, например. Или, например, КВСТ. Это тоже какой-то счет, но это тоже сенсорный счет. И, опять же, количественный, который осуществляют. Аж с 1986 года. И я вам должен сказать, что Европейская ассоциация по исследованию диабетических, вот этих неврологических нарушений, нейродиаб, они, как говорится, его внедрили и рекомендовали, в принципе, эти. Вот вы видите, например, здесь определение температурной чувствительности, вы видите вибрационной чувствительности, вы это все делаете сами, иногда без невролога и так далее. Вот вы здесь видите эти специально разработанные шкалы. Ну, я не ставил целью, чтобы вы там детально читали и так далее. Вот, например, очень широкая ТСС, например, шкала, правильно, которая по симптоматике. Чаще всего либо можно, как говорится, тяжесть оценить, например, показателями такими, как слабое, умеренное, сильное в этом плане. И тогда на что вы это? Вот те клинические симптомы, как раз, да, почему это и специально по симптомам шкала. А именно, например, боль, жжение, например, парастезия, а не менее. Каждому вы даете определенное, скажем, от нуля, предположим, скажем, до пяти, вот такую оценку и так далее. Пациент, значит, дает. Но, как правило, наши пациенты очень грубо ошибаются в этом плане. Во-первых, эту шкалу необходимо оценивать за последние вот 24 часа, что произошло. Но это бывает не так сложно. И поэтому чаще всего прибегает оценка частоты в течение суток. Если, например, один-три раза возникают эти признаки, значит, редко. Если более чем три раза, часто, вот начинается вот шкала такой оценкой и так далее. При возникновении, например, одного эпизода, предположим, вот такого сенсорного ощущения, да, ориентируется на его продолжительность. То есть, если в течение до получаса, значит, редко. Если от получаса до трех часов, часто. Если больше чем три часа ощущения эти возникли, значит, это считается постоянно. Ну вот такая вещь. Значит, вот таким образом идет эта оценка. С другой стороны, посмотрите, шкала для скрининга и оценки выраженности симптомов, скажем, диабетической нейропатии. Она, конечно, так и называется, Neurological Symptoms, значит, SCORE, то есть NSS, значит, в этом плане. Если незначительно выраженные симптомы диабетической нейропатии, значит, мы говорим, что это где-то 3-4 балла. Если умеренно выраженные симптомы, 5-6 баллов, ну а если 7-9 баллов, значит, тяжелые. Но как их оценить? По признакам, например, да, по локализации, по времени появления симптома, например, по, скажем, уменьшению выраженности симптомов. И вот вы в такой таблице даете ответ, например, признак, сжение, а не менее покалывание. Сколько? Вот вы оцениваете, например, видите, аж до 10 баллов. Пожалуйста, 1, например, или утомленность, судороги, бой. Это признаки. Значит, даете определенную, значит, тоже цифру в этом плане. Далее, покалывание. Стопы, или это икры, или другие. Ну, в общем, вы с такими шкалами видите, а потом суммируете и, соответственно, оцениваете и в этом плане. Диабетическая полинаэропатия имеет, к сожалению, плохой прогноз. Почему, как говорится, и увидите эта коляска? Инвалидность. Ведь, в принципе, периферическая диабетическая нейропатия является основной причиной ампутации конечностей, правильно? В любом случае постепенно вот эта сосудистая, в том числе, патология может привести к тому, что смешанного характера, значит, синдрома диабетической стопы возникнет, которая будет в том числе с компонентом ишемии в этом плане. И хотя мы сегодня уже имеем возможность в таких случаях стентирования осуществлять этих сосудов нижних конечностей, но в любом случае это, конечно, основная причина. С другой стороны, это в том числе гнойно-воспалительные процессы, которые весьма и весьма прогрессируют у этих пациентов. Перейдём к проблеме лечения диабетической полинаэропатии, потому что у меня 20-минутный доклад по программе, и я не могу широко всё это охватить. Конечно же, лечение должно быть комплексным. Смотрите, патогенетическое лечение, симптоматическое, восстановление нейропатического дефицита, например, а также восстановление самого нервного волокна, если это возможно. Значит, стараться в этом плане необходимо. Итак, мы видим, что большой комплексный подход. На сегодняшний день в вопросах терапии, скажем, доказано, общепризнано, что основным патогенетически оправданным и клинически подтверждённым методом профилактики и лечения является достижение целевых показателей гликемии. То есть необходимо поддерживать оптимальный гликемический контроль. Надо нормализовать липидные показатели, соответственно. В этом плане вы знаете, что наша страна постоянно на острие критики, потому что коррекция липидного спектра по сравнению с западным миром у нас очень и очень, как говорится, страдает. Это факт. Патогенетическая терапия, в общем-то, если вы вопрос такой зададите, я затруднюсь даже отвечать. Потому что на сегодняшний день продолжаются поиски патогенетической терапии. Активно изучают, разрабатывают в этом плане. Но в целом на сегодня методы терапии как раз они основываются на другом. Либо это симптоматическая терапия, а вы понимаете, значит, усмирение этой боли и так далее. И что самое главное, это метаболическое и сосудистое. Вот что из себя представляют современные подходы к этой терапии. Таким образом, если теперь раскрыть, как говорится, в расширенном виде то, что я сказал, это лечение сахароснижающей терапии, лечение сахарного диабета. Это раз. И добиться, как говорится, целевых показателей без повышения риска гипогликемических состояний, которые, кстати, очень отрицательно сказываются на течение диабетической периферической нейропатии. Это, конечно, коррекция липидных нарушений, особенно гипертриглицеридемии. У наших пациентов преимущественно гипертриглицеридемия и низкие показатели липопротеина высокой плотности. Мы должны на это обратить внимание, что это более серьезное, чем даже, поверьте мне, когда мы говорим об атерогенном, как говорится, фракции липопротеина в низкой плотности. Да, с ним тоже надо бороться, но никогда нельзя забывать эти показатели. Есть ингибиторы альдозоредуктазы. Хорошие результаты они дали. Вы помните, мы их широко применяли и так далее. Меньше ампутаций стало? Нет. Меньше, как говорится, клинических признаков со стороны нейропатии? Нет, естественно. Ингибиторы протеинкиназы С, в общем-то, тоже вначале как-то активировали и так далее, но потом посмотрели, что никаких серьезных результатов нет. Иммунная терапия весьма сомнительная. Я не отрицаю, что роль иммунной системы в развитии, скажем, в том числе диабетической полинеэропатии, как и других диабетических осложнений, не исключается. Мы сами понимаем, что антитела к тем или иным продуктам, в том числе эндоневральным, мы действительно обнаруживаем, но и это не дают. Экспериментально вы знаете, что в инсулин человеческий генноинженерный добавляли цепептид. В организме человека из проинсулина образование активного инсулина происходит путем отщепления цепептида из проинсулина. Возникает вопрос, а что? Организм столь глупо был устроен, что он создавал его? Зачем вот эта цепочка 14 аминокислот? Она что, не нужна? Балласт? Или она нужна? А мы же вводим человеку инсулин, который лишён этого, просто уже готовый. И поэтому, естественно, первые, как появились какие-то признаки, что цепептид нужен по каким-то, значит, показаниям. И вот когда экспериментально добавили в инсулин генноинженерный цепептид, получили какие-то утешительные, что ли, вот такие данные. Но это находится, можно сказать, до этапа разработок и так далее. В комплексной терапии вы знаете, что в диабетической полинеэропатии также применяются и витамины, и в частности комплекс В-витаминов. И, конечно же, вот это, я опять бы сказал, что обычные витамины группы В, которые применяются, они же с большим трудом могут проникнуть, правильно, в тот же бесслой проникнут, скажем, липидные и так далее. Новое поколение витаминных препаратов группы В, естественно, они обладают большей биологической доступностью в этом плане. И вот здесь сейчас я должен сказать о таком препарате, как кокоргит. Совершенно недавно, например, один из моих коллег, вам хорошо известный, Хромилин, значит, Владимир Николаевич, который занимается длительное время диабетической полинеэропатии, выступая передо мной, естественно, сказал о том, что только многофакторный подход к терапии диабетической нейропатии позволяет добиться значительных успехов или результатов. Многокомпонентный и многофакторный. Но при этом он также такое выражение, значит, фразу пустил и так далее. Но, однако, сегодня к этому пока не подошли. А вот я после него, как говорится, процитировал его слова и сказал, а я сейчас вам покажу, что есть и подошли к этому моменту, когда можно многофакторный. Вот смотрите, препарат кокоргит. Вам уже всем, как говорится, в принципе, это известно. Каждый компонент этого препарата, оно давно хорошо себя продемонстрировали и видны. Но ведь никогда же не было такого, чтобы человеку 4 шприца набирали каждый этот компонент, и значит, ему давай, значит, вводить одномоментно вот эти препараты все. Нет, и поэтому результатов не было. Но получилось, что здесь в одной ампуле и таким образом одним шприцом эти 4 компонента высокую эффективность показали, потому что действие одномоментное, действие однонаправленное, и оказалось, что они обладают синергизмом друг к другу. Они могут потенцировать эффекты друг друга. Вот обратите внимание, давайте посмотрим, что за состав там. Во-первых, кокорбоксилаза. Вам всем она хорошо известна. Кофермент тиамина в этом плане. Что вообще делает кокорбоксилаза? Много лет нам оно хорошо известно, и мы прекрасно знаем, что этот кофермент в организме играет очень важную, существенную роль. Во-первых, увеличивает метаболическую активность кардиомиоцитов, а иначе зачем кардиологи длительное время применяли, и сейчас, в принципе, применяют, и никто не отозвал его в этом аспекте. Увеличивается просвет коронарных сосудов. Ладно. С другой стороны, перенос кислорода и стимулирование энергетических процессов, скажем, за счет увеличения накопления кислорода. Что такое сахарный диабет? Это, по сути, гипоксия тканей преимущественно. Значит, если даже этот фактор мы возьмем, а это доказательная база имеется, то уже, как говорится, для нас важен этот аспект. Участвует в процессах углеводного обмена. Каким образом? Давайте вспомним курс биохимии на втором курсе и так далее. Потому что кокарбоксилаза, кофермент, он входит в состав фермента карбоксилазы, который катализирует что? Декарбоксилирование кетоновых кислот. Таким образом, метаболический ацидоз, который норовит постоянно у больных с сахарным диабетом возникнуть, не обязательно в той тяжелой форме, но в тканях, естественно, этот ацидоз наступает, пожалуйста, значит, он тем самым этому препятствует. Усиливает кардиотоническое действие сердечных гликозидов. А пациенты с сахарным диабетом сердечно... 30% я вам сказал, да? 30% больных с диабетом второго типа имеют сердечную недостаточность. Может быть, даже иногда недиагностированную, да? В этом плане. Ну, естественно, что улучшает переносимость и усвоение этих гликозидов и модулирует передачу нервного импульса. Тоже известный факт. Регулируя перенос натрия через нейрональную мембрану. Я вам должен сказать, что второй компонент это цианкобаламин, витамин В12. Вы прекрасно понимаете, что это соединение важную роль играет практически в обмене белка, в обмене аминокислот, биосинтезе ацетилхолина. Нам это важно или нет? Да, почему? Потому что мы с вами знаем, что страдает, например, у больных с сахарным диабетом биосинтез нейропередатчиков, нейротрансмиттеров. А что из себя представляет ацетилхолин? Это нейропередатчик. И тогда возникает вопрос, какова его роль в данном случае для нас в этом компоненте? А в том, что ацетилхолин – это, по сути, стимулятор деятельности эндотелиоцитов. И вы знаете, что под влиянием ацетилхолина высвобождаются эндотелием вазодилататоры. Вазодилататоры. И подавляется продукт, то есть оксидозота, например, скажем, в высвобождении. Под влиянием действительно ацетилхолина. И угнетаются, наоборот, вазоконстрикторы в этом плане. Далее, значит, в этом обмене. Это процесс миеленизации нервных волокон. Что такое диабетическая полинаэропатия периферическая? В первую очередь, по второму типу, я вам показал демиеленизация. Значит, вот есть где возможность, когда мы говорим восстановление нервного волокона. Да, надо пытаться. Гемопоэтическое действие витамина В12, наверное, ни у кого не вызывает сомнений. В12 дефицит на анемии есть, и у всех это насосит. Повышается регенерация тканей, и, конечно, роль в свертывающей системе крови, соответственно. Следующий, третий компонент, скажем, этого препарата, это никотинамид. Вам хорошо известный, который, в принципе, занимается фосфорилированием, например, в процессе. Вы прекрасно понимаете, глюкоза в любом случае не обладает никакой активностью в клеточных процессах после сигнала инсулина, если она не фосфорилирована. Если она, таким образом, фосфорилирование, это, конечно же, под влиянием, естественно, никотинамида. Это и метаболизм, который осуществляет, скажем, в жидких средах, да, и электролитов. Энергетический обмен улучшает. Но я вам скажу, что у него есть умеренное сосудорасширяющее действие. Помните, когда никотиновую кислоту применяли длительное время, и это покраснение лица, участие пациентов и так далее, расширение этих сосудов и тому подобное. Это же действие действительно известный факт. Но, с другой стороны, он и, значит, увеличивает высвобождение гистамина, благодаря чему возникает этот процесс. Ну, я вам говорю, брадикинин, также в том числе, скажем, высвобождение, участвует в процессах тканевого дыхания. Каким образом? А вы вспомните, никотинамидинуклеотит, так называемый НАТ, скажем, никотинамидинуклеотит, фосфат, когда уже фосфолирование произошло, восстановленный, которые принимают активнейшее участие в тканевом дыхании. Значит, это гипоксия тканевая, которая есть. Мы ведем, значит, в этом плане борьбу, правильно? Ну, вот обратите внимание, например, конкретно я сейчас вам здесь покажу на схеме. Смотрите, никотинамид, вы видите, стрелочки показывают, никотинамидинуклеотит восстановленный, да? НАТ-Х1, он является переносчиком водорода и участвует в окислительно-восстановительных процессах. Тем самым это, по сути, подавляет риск накопления агрессивных форм кислорода. Это окислительно-восстановительные процессы. А что такое агрессивные формы кислорода? Это как раз те свободные радикалы, да? Перекисный радикал, супероксидный радикал, например, там, скажем, да? Может быть, и другие. Таким образом, значит, они губительно влияют на клеточные мембраны. Губительно. В любых случаях. Это могут быть клеточные мембраны кардиомиоцитов, это могут быть клеточные мембраны нейроцитов, скажем, нейронов и тому подобное. А вот, смотрите, никотинамидинуклеотит восстановленный второй тип. Перенос фосфата таким образом. Вот такие важные функции выполняет, скажем, никотинамид. Ну и, наконец, конечно, аденозинтрифосфат. АТФ. Вам очень хорошо известны. Нам всем. Это основной энергетический субстрат в организме. Зачем нам необходимо, скажем, фосфорилирование глюкозы и его обмен в цикле Крепса? Что дает глюкоза в цикле Крепса? Конечная цель. АТФ. Мы этого хотим, правильно? И мы говорим о том, что именно вот в таком аэробном цикле максимальное количество образования, скажем, АТФ. Вот вам, пожалуйста, это энергетический субстрат. Почему страдает, например, миокард у больных с сахарным диабетом? Почему сердечная недостаточность, даже скрытая? Достаточно для этого определить мозговой натриуретический пептид у пациента, который сейчас доступен. Это маркер сердечной недостаточности. И доказать, что пусть даже вы не видите на лицо одышку. Вы же не дали никакой нагрузки и так далее. Вы не видите, как говорится, этих отеков, может быть. Вы не видите синих губ, синих ушей. Но вы только по этому показателю можете сказать, что у этого пациента сердечная недостаточность. И начать борьбу. Почему? А потому что мы забываем, что миокард тоже является инсулин чувствительной тканью. Инсулинорезистентность касается миокарда. А раз инсулинорезистентность, инсулин должен был, каскад связываясь со своим рецептором, в этот кардиомиоцид пустит механизма. Правильно? Чтобы в конечном итоге, что инсулин делает? Проникновение глюкозы, глюкозными транспортерами, в кардиомиоцид и цикл Крепса, образование АТФ. А этого не происходит. Там инсулинорезистентность. Но сердце не хочет подвести своего хозяина. Он хочет денно и ночно стучать, спасти его. Но откуда взять энергию? Это перпетум мобили, как говорится, в период жизни человека. А откуда взять? И он взор обращает к репидам. Вот почему на фоне уже метаболизма в кардиомиоцидах, а это перенесите теперь на нейрональный, как говорится, уровень, да? Тогда эти липиды начинают метаболизм. Что из них образуется? Радикалы свободные. Вот вам, пожалуйста, недоокисленные и так далее. И вот вам оксидативный стресс. Имеет аденозинтрифосфат, скажем, важное значение для сократительной деятельности, в том числе скелетной мышцы, а не только сердечно, о котором я вам сказал. АТФ участвует в передаче нервного возбуждения, в адренергических и холенергических синапсах. И под влиянием, вы знаете, АТФ улучшается в том числе мозговое кровообращение, правильно? У АТФ есть антиноцицептивные механизмы действия, понимаете? Вот обратите внимание, например, сейчас я вам здесь покажу, да, исследования, которые показали в том числе эти антиноцицептивные эффекты, скажем, на боль, вот этот эффект АТФ и так далее, да, в лице кокорнита. Итак, комплексный подход. Наши белорусские коллеги действительно преуспели, они давно, как говорится, полюбили этот препарат и давно много исследований. Если вы возьмете, наберете сейчас в интернете, литературу у вас куча появится, которые они дали. Смотрите, Литвиненко, Короленко и так далее в Минске установили, что применение препарата кокорнит в комплексном лечении диабетической и периферической нейропатии улучшило течение заболевания, уменьшило потребность в аналогетиках, способствовало увеличению силы, силы в конечностях, вы обратите внимание, когда я вам сказал, более тяжелые уже осложнения, третья стадия, когда действительно при ходьбе эти слабость такая возникает и так далее, тяжело ходить. Быстрое купирование сердечной недостаточности и нарушение ритма и способствовало регулированию липидного обмена. Вот смотрите, эти результаты, значит, в виде графика. Итак, обратите внимание, то, что сегодня, например, у вас был результат в этом, в тестах. Какой процент пациентов сказали, что судороги, они менее, полностью прошли. Обратите внимание, первый столбец, почти 59%, то есть, правильный ответ, 58,6%, да, которые дали. Но вы посмотрите, также улучшение артериального давления и числа сердечных сокращений, 83%. Это очень интересные результаты, которые, скажем, были. И вы видите, что, в общем-то, у пациентов, да, по разным параметрам, если по этим шкалам судить, действительно, очень большой процент пациентов добились хороших результатов. Другое исследование, например, когда тоже у пациентов со вторым типом эффективность кокорнита. Они оценивали в лечении именно диабетической периферической нейропатии, но на ранних стадиях. И что было? Смотрите, они применили основную антидиабетическую терапию в сочетании с метаболическим препаратом кокорнит по сравнению с группой пациентов на антидиабетических препаратах, но в отдельности без препарата кокорнит. То есть, у них была прекрасная, значит, весьма доказательная база сравнительного исследования. Что же обнаружили при таком сравнительном исследовании в двух группах, когда в одной группе всё равно идёт хорошая антидиабетическая терапия? Значит, в основной группе наблюдается более выраженный и быстрый регресс уже на шестой день лечения. Это очень быстрый результат, правильно, получения. Регресс чего? Чувство онемения, которое у них резко снизилось, покалывание нижних конечностей. А когда более длительный период, а этот длительный период всего-то две недели наблюдался, да, то уже в это время регрессировали мышечные судороги, регрессировало вот это ощущение жжения, значит, в стопах в этом плане. Комплексное лечение пациентов таким образом привело к более выраженному снижению интенсивности боли по сравнению с группой сравнения вот в этой контрольной группе. Неврологический осмотр, когда осуществили, то оказалось, что тактильная чувствительность восстановилась, болевая чувствительность восстановилась в группе, который принимал на риту с антидиабетическими препаратами кокорнит, по сравнению с группой, которые были без кокорнита, но на этой антидиабетической, значит, терапии. Надо сказать, что вот эту мышечную силу и оживление ахиллорефлекса, они достигали, кстати, уже у 24,5% за такой короткий период лечения двух недель. Вот здесь вы видите в том числе ряд иностранных работ и так далее, и вы видите по разным параметрам тоже этой шкалы, обратите внимание, первое высокое, значит, да, и постепенно, значит, на снижение, это от исходного до конца. Но я бы хотел остановиться на наших собственных исследованиях, которые мы проводили на нашей клинической базе 52 Московской городской больницы, вам хорошо известной. Значит, мы изучали эффективность препарата кокорнит в лечении тоже дистальной полинеэропатией у больных с диабетом 2 типа. 35 пациентов мы вовлекли в исследование, а исследование начало с апреля по июнь буквально до отпуска 2016 года. 4 человека были с сахарным диабетом 1 типа, остальные с диабетом 2 типа. Исследование проводилось таким образом с апреля по июнь. Почему у нас 34? Потому что один пациент у нас выбыл, после первой инъекции у него возникла уждикарная сыпь, значит, аллергическая реакция на, значит, компоненты. Какой-то из компонентов нам трудно сказать в этом плане. Возрастная группа вы видите, все остальные 34 человека прекрасно переносили и так далее. Длительность диабета в среднем составляла 16-16,5 лет. И вы видите, возраст молодой при первом типе 28 лет, а со вторым типом около 58 лет. 9 инъекций в течение 9 дней ежедневно, однократно мы вводили внутримышечно, а затем на 12, 15, 18 и 21 день. Пациенты за весь этот период исследования осуществили к нам 3 визита. То есть это первый исходный визит, а дальше еще 2 визита через 3 и 6 недель. Вот такое, значит, было в этом плане, значит, по протоколу, значит, мы строго. Дальше, конечно, мы оценивали эффективность по шкалам. Я вам показал шкалу ТСС, например, в этом плане, по выраженности жалоб пациента. Шкалу невропатических нарушений мы в том числе использовали. Это валидизированная шкала, рекомендуемая в том числе нейродиаб. Это НИС-ЛЛ, так называемая. Шкала субъективной оценки астенизации, когда пациенты сами заполняли. И шкала GCIC, индекс эффективности препарата. Очень интересное, новое такое, что мы внесли, например, вот в наше это исследование. А теперь посмотрите по этим шкалам ТСС, например. Вот на первом визите, обратите внимание, вы здесь видите 2,9, это нормальный, да, общий, так говорится, симптоматический счет. Всего 2,9%. Вы посмотрите, какой процент огромный, 97, скажем, процентов, которые говорили об умеренном. Часть пациентов сложно им было оценивать, умеренное или это выраженное и так далее. Но в любом случае почти 30% все же склонны были считать, что у них выраженное. На втором визите, вы посмотрите, ни одного пациента, у которого уже сказали бы о том, что у них выраженная картина по этой шкале, значит, симптомов диабетической и периферической нейропатии. Ни одного. Но вы обратите внимание, что почти в 2 раза умеренные снизились, а насколько повысилась нормальная у 50. И на визите третьем вы видите, что дальше повышается норма, достигая почти 62%. Нет, конечно, у нас уже выраженной формы и 38% умеренной, да, тогда, когда умеренной было более чем 97%. Когда мы неврологические нарушения по шкале НИС-ЛЛ определили, такая же картина. Причем это возникли, значит, уже на втором визите. И на втором визите мы увидели эти разительные изменения. Посмотрите, нормальное было на первом 8,8, а стало 35,3. Но 70,5, которые умеренные, 59,2. И значительное снижение, конечно, с выраженными. Эффективность мы изучали. Вы здесь посмотрите, общая астенизация, активность, мотивация, значит, физическая астения, психическая астения. Общий счет, обратите внимание, синего цвета, голубые или синие и так далее. Как у нас к третьему визиту пошло на такое снижение. И этот индекс эффективности, естественно, по сути показывает, что действительно у нас в большей степени до умеренного мы довели или до нормы. Но вот что пациенты на полях своих вот этих, значит, шкал нам писали. Я даже думал, стоит ли это вводить в наши, как говорится, уже лекционный материал или нет. Но это было так заманчиво. Смотрите, вы подзарядили меня энергией. Кто, несколько написали, теперь могу спокойно спать. То есть, вы сами понимаете, что именно в ночное время как раз характерны эти боли и так далее. Какое счастье быть, жить без боли. Ну, я решил, что, ну давайте, раз сами пациенты, там не было такого, что вот пишите что-нибудь такое. Но они решили это сделать. Кокорнит – это удобство. Это три ампулы быстро растворимого, значит, леофилизата. Вы, у вас тоже был там ответ, да, вопрос, что это такое, таблетка, капсулы или это, естественно, порошок и так далее. Вы видите, действительно это порошок и плюс растворитель, лидокаин, гидрохлорид, полпроцентный и так далее. Эффективность доказана. Быстрый клинический эффект, который сохраняет максимальную эффективность в течение, как говорится, срока годности, который на нем указан и так далее. Комплоентность очень высокая. Пациенты просто атакуют нас, когда долго мы можем держаться и когда нам повторить, скажем, это. Способ применения глубоко, внутримышечно необходимо в ягодичную мышцу вводить. В случаях, если болевой синдром, надо начинать, скажем, с одной ампулы 2 мл в сутки до снятия этих острых симптомов. Продолжительность курса лечения небольшая. Вы видите, 9 дней. После улучшения симптомов, например, можно даже реже дальше вводить, скажем, в неделю, через день или через 2 дня. Вот в таком, значит, еще 2-3 недели, скажем, продолжать и так далее. Рекомендуемый курс, если уже в некоторых случаях после третьей инъекции пациент говорит о том, что ему, конечно, если это ранние такие стадии, то можно остановиться уже, и потом просто уже врач сам определяет, когда повторно можно это делать. То есть, последнее предложение прочтите. Длительность лечения и проведение повторных курсов определяется врачом в зависимости от характера и тяжести заболевания. Спасибо за ваше внимание, значит, и если есть вопросы, я вижу здесь уже письменные вопросы есть и так далее. Как вы можете прокомментировать информацию об участиевшихся случаях ампутации, конечно, на фоне приема препаратов группы ингибиторов СГЛТ-2? Совпадение или факт? Какой механизм? Значит, я не знаю, конечно, из каких литературных источников. Мне очень хотелось бы, чтобы обязательно здесь был этот источник, потому что мне неизвестен факт, что участились частота, скажем, этих ампутаций. Может быть, я бы ожидал, скажем, совершенно другой вопрос, что как вы объясните, например, кетоацидоз на фоне ингибиторов СГЛТ-2? Я бы вам ответил, потому что действительно такие публикации есть. Как бы вы ответили, например, участиевшиеся, скажем, инфекцией, скажем, да? Я бы тоже на этот вопрос ответил, потому что, во-первых, я вам скажу, что вопрос, который так многих волнует, мочевые инфекции, оказалось, что абсолютно плацебо сопоставимо. Никаких учащений мочевых инфекций нет. А о чём же тогда разговор? Генитальные инфекции и мочевые инфекции – это разные вещи. Мочевая инфекция – это пелонефрит, например, скажем, и так далее. У ретриты, циститы – нет, этого нет. Есть действительно у женщин учащение в отношении вульвовагенита. И это причём, я недавно выступал, вот буквально на днях, в Грозном. И когда я об этом говорил, профессор у них, который, значит, в Чечне и так далее, сказал, Ашот Мусалыч, для нашей аудитории это не актуально. Вы представляете? А почему? Вы догадались, почему? Мусульманское население, которое, если даже в деревне живёт, и идёт, я не знаю, как это, уличные вот эти, пудр-клозет официально на латыни называется, когда они идут где-то на улице, вот какой-то там яма и так далее. Они идут вместе с кувшином с водой. И интимная гигиена в этом плане у них действительно, и поэтому, посмотрите, какой ответ был мне дан, не актуально. Таким образом, у нас, европейской, как говорится, христианской массы и тому подобное, и других религий, которые не так в этом плане чувствительны, скажем, да, вульвовагенит, и на Западе уже появилось, что рекомендация после каждого мочеиспускания женщинам, в частности, не мешает и мужчинам. Для этого есть влажные салфетки, если нет, это кружки воды или там, я не знаю, гигиенического душа. Второй вопрос, например, это вот просто инициировано, да, кетоацидоз. Да, около 115 случаев уже описано кетоацидоза на фоне, скажем, ингибиторов SGLT2. Но, однако, возникает вопрос. Никто не пишет, какой конкретно, вы понимаете, нигде вы не найдете, чтобы сказали, это дабаглифлозин или это канаглифлозин или это эмпаглифлозин. Понимаете, это никто не пишет. Просто общее значит, неважно, группе приписывается, что это, по сути, класс-эффект. Но возникает вопрос, когда начали активно изучать, почему это возникло? То, что оказалось? Оказалось, во-первых, то, что в ряде случаев врач ошибочно назначил и не предупредил, что во время лихорадочного состояния не надо принимать этот препарат, надо перейти, естественно, совершенно на другие. Во время, как говорится, серьезных инфекций, например, и так далее, если возникли. Во время каких-то хирургических вмешательств и так далее, которые нужно было. А с другой стороны, оказалось, что голь на выдумку хитра. Часть пациентов, это были больные с диабетом первого типа. Когда в головах у врачей осело, что эта группа препаратов не зависит от инсулина, их эффект. Не зависит. Это инсулин независимый механизм. Единственная группа препаратов. Все остальные инсулин зависимый. Метформин тоже инсулин зависимый. Мы улучшаем чувствительность к своему инсулину. И это инсулин действует. А в этой группе препаратов нет роли инсулина. Решили, а тогда почему бы первому типу не дать? Пусть даже у них абсолютный, как говорится, дефицит инсулина. Вы понимаете? А это, в общем-то, офф-лейбл. Выход за рамки инструкции, недопустимые, значит, и так далее. С другой стороны, я вам уже в первой лекции сказал, что, по сути, у 12% по данным той же UKPDS в структуре второго типа это ладо-диабет. Значит, опять же, ошибка была и там. Поэтому, естественно. С другой стороны, конечно, любой новый препарат. Вы помните? Я вам одно скажу по поводу вот этого вопроса, который очень животрепещущий вопрос. Вы понимаете? Когда когда-то кто-то пускает вот такой слух, вы не представляете, как снежный ком, как он накапливается. А вы помните, как долго нам внушали, что лантус вызывает рак? Вы же помните? Мало того, внушали, статьи печатали, доказывали. И вдруг оказалось исследование Ориджин, многолетнее, многоконтинентальное, от Австралии, как говорится, до Африки, Америки, Европы, Азии. Исследование, которое тысячи пациентов вовлекло. Сегодня, кстати, Татьяна Юльевна вам показала, но не остановилась, профилактика сахарного диабета. Она сказала, ксеникал пользовали, например, метформин пользовали, например, скажем, и так далее. Правильно? Инсулин лантус пользовали. Где? В исследовании Ориджин. Надо было доказать, что может быть пациентам с НТГ лантус начать вводить. Представляете? Даже это. И я был одним из руководителей одного из центров по этому исследованию, когда мне мои коллеги, сотрудники, говорят, что ни один пациент без диабета не соглашается на инъекцию. Вы пригласите ко мне, я с ними поговорю. Иногда целый час, и я убеждал, все они пошли. Около шести лет лантус вводили. И доказано, ни один твит инсулина не имеет в этом плане онкологию в том числе изучать. Оказалось, бред. Никакой онкологии он не вызывает. Вы поняли? Никакой. Не повышает. Вот о чем разговор. Он действительно вызывал профилактику. Меньше действительно достоверно лиц с НТГ переходило в явный диабет. Но Ориджин не ставил это целью, а ставил кардиопротекцию. Оно этого не оказалось. Вот почему его не внедрили. Поэтому, конечно, вот это просочившееся, хорошо пишет, кстати, доктор, совпадение, мне это понравилось. Вот. Или факт. Возможно, совпадение. Нет такого факта. Вам, конечно, вот, Федор Евгеньевич, скажите, как долго назначают трайкор? Курсами. Если это профилактический препарат, назначает только офтальмолог, и какой контроль, вернее, как часто осмотры офтальмолога на фоне лечения трайкором? Пожалуйста. Ну, первое. По поводу любой профилактический препарат при диабете назначается, наверное, пожизненно. Поскольку всё равно препарат, например, к развяту гиполипидемических, отмены быть не должно, потому что, сами понимаете, что на фоне отмены происходят всякие события. Поэтому это пожизненный препарат. Неправильно воспринимают данные про курс. Дело в том, что в исследовании ФИЛД было показано, что разница между основной и контрольной группой проявилась через 8 месяцев. Но это не значит, что надо означать курс именно 8 месяцев. Это, ещё раз говорю, препарат пожизненный. Контроль согласно изменениям глазного дна. То есть мы не контролируем как-то дополнительным пациентам, которые получают трайкор с точки зрения офтальмологии. С точки зрения общего состояния, бесспорно, как любой гиполипидемический препарат, но это просто вопрос даже, я бы сказал, врачебной культуры, если вы назначаете такой препарат, наверное, следует... Это оценить, как он влияет. Тем более, надо сказать, что в стандарт офтальмологического, подчеркну, введения больных с диабетическим мукулярным отёком айетинопатии входит показатель липидного обмена. И у меня ещё один вопрос. Отношение к пентоксифилину при айетинопатии. Ну, никакое. Честно говоря, когда-то это было включено в наш стандарт. В следующем стандарте, слава богу, это изъяли. Дело в том, что в некоторых препаратах было написано, что вообще противопоказан при айетинопатии. А в ряде препаратов, ну, это разные там трактовки есть, где-то написано при выраженных геморрагиях. Препарат Ролофект, например, немецкий, по-моему, там написано при вообще геморрагиях на глазном дне. Ну, и поскольку препарат не доказана его эффективность при айетинопатии, то назначает препарат, который может вам создать проблемы взаимоотношений с пациентом. Ну, какой смысл-то? Спасибо. И вот вопрос, наверное, вопрос написали, когда еще последнего моего слайда не было. Кокорнит не нужно разводить в лидокаине, но там полпроцентный раствор, как раз вот который дается, именно лидокаин полпроцентный для того, чтобы развести этот порошок четырехкомпонентный для того, чтобы вводить. Если есть какие-то устные вопросы, есть... Да, пожалуйста. Скажите, если универсальный препарат, да, а можем ли его использовать как вот профилактику, а улучшение состояния айетинопатии, например, да, он будет влиять на айетинопатии? Ну, я вам должен сказать, что все исследования, которые, вот, например, я вам продемонстрировал, они касались диабетической, периферической, но есть еще работы по автономной. По автономной, в частности, кардиальной нейропатии, где был достигнуты тоже положительные результаты. Пожалуйста, вам... Я просто хочу сказать, что я сторонник глобальной доказательной медицины, поэтому я всегда, когда выступаю, я только говорю о доказательной медицине. Теоретически, почему бы нет, это можно пробовать, но таких данных нет. Хотя, надо сказать, что ведь мы говорим о айетинопатии как проявлении, все мы говорим, это проявление микроангиопатии, но нередко ей предшествует именно нейропатия. Например, тот вариант, когда мы видим на, например, резком перепаде сахаров, как, по сути дела, изолированное поражение зрительного нервного, как называется, диабетическая пепелит, к сожалению, диагноз мы этот крайне редко ставим. Почему бы нет? Вот это проявление, там, сказать, нейропатии. Вот, но это надо изучать. Надо изучать правильно. И еще можно разводить только лидокаином? Да, потому что... Или можно еще каким-нибудь растворить? Болезненно может быть, если не лидокаином, вот в этом плане. Поэтому глубокомутые... Ну, из-за подобных препаратов лидокаину, чтобы снять эту болезненность... Что-что? ...чтобы заменить вот на аналогичный препарат. Вы знаете, я не могу вам конкретно на этот вопрос ответить, потому что непосредственно в коробке уже присутствует растворитель лидокаин. И к Фёдору Евгеньевичу. Разница есть в назначении фенобиофибрата в дозе 200 и 145? Ну, могу сказать так, что в исследовании ФИЛ там изучался препарат липантил, который 200 миллиграмм. Да, да. Вот. Значит, ну, у нас мы тоже его изучали когда-то, получили, кстати, очень неплохие эффекты. Вот. И что очень важно, кстати, есть на сайте у нас, можно посмотреть. Вот. И в плане даже толщины сетчатки. Вот. Потому что мы одни из первых, кто применили для этого контроля томографию. Вот. Но дело в том, что в чём бонус трайкера, вот, и так новомодные эти нанотехнологии, потому что увеличивается биодоступность, при этом, ну, понятно, что вы увеличиваете биодоступность, вы снижаете побочный эффект, потому что у вас меньше действующие вещества. Хотя, надо сказать, что исследование ФИЛД и АКОРД показало очень хороший профиль безопасности. Если в ФИЛДе пациентам не отменяли статины, которые они принимали до того, но там были и пациенты со статинами первоначально, и пациенты без статинов, то в исследовании АКОРД уже все пациенты получали статины. Одним добавляли фенофибра, другим добавляли плацебо. И эти два исследования, ещё раз подчеркну, они показали очень хороший профиль безопасности. Что, бесспорно, повышение биодоступности в данной ситуации, уменьшение действующих вещества, это увеличение этого, ну, как бы улучшение этого профиля ещё. Но, с другой стороны, насколько мне известно, в принципе, с липантилом надо быть более осторожным, чем, например, с фенофибратом, правильно, комбинация со статинами, и состояние печёночной, скажем, функции и тому подобное, да, фенофибрат в этом плане более безопасен. Более безопасен и более удобен в применении. Это ещё второй момент очень важный. Да. Что он независимо от... Пациенты принимают дозу 200, фенофибрата 200. А где они-то остаются? Ну, они берут где-то, где-то берут. Потому что фенофибрат стабильно 145 миллиграммов. Так, фенофибрат шёл с нашего рынка. Да, да, да. Это ухищряются, убудряются. Ещё вопросы есть? Может быть, кто-то хотел бы выступить в дискуссии? Дозы в гириатрии какого препарата? Фенофибрата в гириатрии у пожилых людей, скажем, и так далее. Мы не меняем, так сказать, дозы, которые у нас стандартные. Дозы, которые, скажем, да, в этом плане. А в отношении кокогнита, например, пожалуйста, без проблем. В отношении же, если касательно ингибиторов SGLT-2, то, в принципе, если до 70-летнего возраста он получал и переносил хорошо, то дальше продолжаете. Здесь очень важен вопрос, потому что с возрастом у людей пожилого возраста скорость клубочковой фильтрации начинает снижаться. Даже при нормальных, казалось бы, показателях креатинина, мочевины и тому подобное. Но если скорость клубочковой фильтрации снижена, а надо обязательно у пожилых людей это определять уже старше 60 лет, обязательно надо определять перед назначением. Если это меньше 60 мл в минуту, практически эффективность значительно снижается. Я не хочу сказать, что это поражает или не будет эффекта, но это будет значительно меньший эффект, поскольку, исходя из механизма действия препарата, правильно? Потому что фильтрация происходит в клубочке, в почке, а затем уже в проксимальном отделе, вот канальцевого аппарата, а там после клубочка где-то 13 мм, 90% глюкозы в норме реабсорбируется. Значит, угнетение этой реабсорбции должно произойти там. Если этот клубочек, фильтрация нарушена, снижена, конечно, тогда эффективность плохая. Поэтому обязательно, так как у пожилых людей в гериатрии и геронтологии это важный аспект, надо проверять. Если больше нет вопросов, я хочу вас поблагодарить за вашу активность, за вашу внимательность, за то, что я, как председатель, поражен, что никто не заснул в зале. Это поразительная вещь. Дело в том, что тремуляция человеческого голоса, а в данном случае, конечно, спикеров, это лучшее снотворное средство. Лучшее снотворное средство. И я увидел вот такую заинтересованность ваших лиц, вам огромное спасибо. Пожалуйста, Людмила Анатольевна. Спасибо большое. Я поеду? Да. Удачи. Вы сейчас прямо в Питерушин. Спасибо. Я благодарю вас за участие. Сейчас вы можете там, где была регистрация, напротив вытянулись столы с вашими свидетельствами, получайте, сдавайте свои повторные результаты тестов. И смотрите наш сайт, на котором буквально через несколько дней 3-4 появится заключительное тестирование и его результаты. Спасибо. И не забудьте ваши кредиты вносить, значит, потому что вы сами понимаете, пресловутые 50 кредитов за год, это, конечно, серьезно. Понимаете? Спасибо. И, однако, если еще у вас остались вопросы, то, опять же, дней через 5-7 на нашем сайте будет размещен видеоархив, где все лекции, которые сегодня, и доклады прозвучавшие, вы сможете посмотреть еще раз. Если не сможете приехать к нам на школу в следующий раз, смотрите нас в онлайн. Всего доброго. До свидания.